приветствую вас дорогие зрители сегодня я продолжу показ своих находок с блошинного рынка прежде всего я хочу напомнить вам что я рассказывала о таких фаянсовых подносиков которые я начала коллекционировать и у меня их всего было три штуки до прошлой субботы но как говорится на ловца и зверь бежит и поэтому я была очень рада найти на последнем блошином рынке вот такой подносик это тоже фаянс тоже тридцатые годы на обратной стороне есть клеймо вот эта дата дата изготовления 18 3 33 год здесь на клеймо фирмы я вижу здесь какую грусть винограда но она частично стерта и написано germany номер или патента или модели вот такое блюдо она такой слегка молочного цвета к сожалению здесь есть немножко желтизны но она как бы не портит общий вид вот этого красивого цветка такого фантазийного ручки даже есть у этого блюда и она намного больше в общем-то это даже сравнивать одно и второе но очень красивая вещь без дефектов без всяких сколов и так далее так далее и поверхность довольно таки хорошем состоянии поэтому я была очень-очень рада его приобрести вот теперь у меня их четыре штуки все разные вот и очень приятно что я узнала ну поискала информацию и действительно это на обратной стороне да это клеймо это дата дата изготовления и это ручная роспись на всех этих подносах это ручная роспись особый вид он такое как бы слегка получается как немножко размытый но это особый вид нанесения вот этого лака который потом которым покрывался этот фаянс и обжига вот то есть это уже 3 поднос моей коллекции я хотела показать еще один который вы не видели не просто на нем стояли кое-какие вещи сейчас их убрала и хочу показать вам вот такой поднос здесь очень красивый орнамент из скал с зелеными листьями вот такой и на обратной стороне у нас стоит дата 11 5 30 30 год и вот такое клеймо фирма бмф германии также номер модели или патента вот такая красота но я просто влюблена в эти подносы они не очень нравятся и я рада что мне их уже четыре штуки вот следующее что я хочу показать вам вот эту красивую вазочку вот к вазочкам и питаю особую слабость вот цветов много в доме не бывает ну и так же как и вазочек вот эта вазочка она не просто из красного стекла а внутри в ней не знаю видно это или нет и тут как бы полосы из желтого или оранжевого стекла и вот он как бы сам рисунок тоже идет такими полосочками изгибами с изгибами на свет выглядит очень красиво это тоже вот они выйду выдутая ручная эта работа или как это говорится но он вообще-то выдувается но ручная работа я не знаю где сделали эту вазочку ну предполагаю что чехословакия вот купила эту вазочку одного продавца отошла на соседнюю соседнюю улочку и там я нашла вот эту вазочку вот стекло может быть чуть потемнее чем у первой слегка но если присмотреться то можно опять же увидеть тот же самый рисунок из полосочек вот это опять же ручная работа вот донышко какое то есть эти вазочки выдутые обе да вот такие красавицы но очень хорошенькие пусть здесь стоят так а я хочу сейчас вам показать вот это это такой супничек или бульонницы еще называют их с блюдечком к сожалению я нашла только одну такую бульонницу там было еще много таких тарелочек но штуки три еще в этого продавца но без пары поэтому тарелочки я оставила не стала брать потому что блюдец у меня уже очень много всяких разных и ну хватит хорошего помаленьку пусть они достанутся кому-нибудь другому вот это вещь мне тоже очень понравилось я вообще очень люблю рельефный такой фарфор люблю зеленый цвет ручки очень красивые такие какие-то старинном стиле вот это 70-е годы так что вот написано за западной германии вайден бавария написано качественный фарфор ну так фарфор на самом деле качественный такой довольно тонкий но не слишком тонкий потому что все таки это столовая столовая посуда вот такая красота буду пользоваться с удовольствием сама лично никому не дам теперь хочу показать еще две маленьких 20 чеки пиалки я не знаю как это назвать тарелочки вот к сожалению было всего лишь две продавщицы но они мне очень понравились таким маленьким тарелочкам всегда найдется место вот эта фирма фанширхольц в городе плава город плава он известен конечно прежде всего своими кружевами вот это например салфеточка тоже сделано плава и раньше этот весь город он жил разными ремеслами и фарфоровыми и кружевными но сейчас к сожалению жизнь там совсем такая смысле производственная жизнь там совсем как-то заглохла все пазак все позакрывалась по мосталась там совсем совсем ничего 1 2 фабрики вот это тоже ручная роспись покажу поближе такие незабудочки опять же рельефный фарфор который мне очень очень нравится золото такие миленькие маленькие миленькие как можно было их оставить да конечно надо брать следующее что я хочу показать вам вот эту шведскую тарелочку такая красивая тарелочка у меня уже есть небольшая коллекция сине белых тарелок я хочу повесить их здесь на кухне у меня на кухне здесь недавно был ремонт вот и я хочу на одной из стен повесить коллекцию сине-белых тарелок сине-белая посуда мне близкающих потому что я очень долго жила голландии 17 лет и это сине-белая голландская посуда мне очень нравится вот такая тарелочка ее можно рассматривать очень долго много всяких деталей вид на город летят гуси на одном из гусей сидит кто нильс да конечно это же шведская тарелочка вот люди моего поколения наверное все читали в детстве сказку про нильс с дикими по путешествия нильс здесь с дикими гусями вот но этого нильса увидела правда только дома когда покупала тарелочку я как-то не заметила что он там сидит но это приятно такая тарелочка такая вся обтекаемая гладенькая очень хорошее состояние вот заплатила я за нее не помню по 4 50 вот восемьдесят первый год теперь я хочу показать вам несколько украшений которые я купила все эти украшения которые сейчас покажу я купила одного продавца и пока не забыла сразу скажу что я заплатила за них все вместе за них вместе девять евро но это кому интересные цены я не всегда помню особенно если вещи покупались полгода или год назад но то что было в прошлую субботу я еще помню поэтому говорю вам сначала хочу показать эту брошь эту брошь эта брошь маркирована маркирована она буквами и по этой аббревиатуре видно что сделала ее известная косметическая фирма и фраше вот и фраше очень часто предлагает своим клиентам подарки своим клиентам которые заказывают косметику онлайн у меня у самой есть несколько украшений еще из 90-х годов я когда только приехал сюда смысле в европу сначала в голландии а теперь вот я живу в германии я сама очень часто заказывала продукты евроше и получала в подарки то браслет то часики то брошь то кулон они где-то у меня еще лежат надо будет найти показать вам и вот это брошь тоже на такой подарок клиентам я не знаю каких годов это брошь но она очень приятная в отличном состоянии нам не понравилось вот такой цветок потом у этого же продавца я увидела вот эту брошь в виде короны я коллекционирую винтажную бижутерию совсем недавно где-то наверно только полгода назад мне стукнуло в голову почему бы почему бы не начать собирать красивые броши и другие украшения до этого конечно я спорадически покупала какие-то украшения просто потому что они мне нравились но без без цели коллекционирования вот а сейчас я уже покупаю украшения целенаправленно и вот эту корону я купила с большой радостью потому что корона у меня еще нету не было вот здесь вставлены красные кристаллы такие похожие на рубины а это типа золото да вот это обратная сторона такая симпатичная вещь потом я купила вот такую брошь никогда не могу пройти мимо их наверное всем они нравятся нравятся переливы разноцветные вот и обратная сторона тоже в очень хорошем состоянии вот такая красавица я боюсь подносить близко боюсь что будет теряться фокус не знаю мне плохо видно маленький экран у камеры вот так и теперь я хочу показать несколько бус вот прежде всего вот у меня купила такой браслетик и к этому браслетику есть вот такие такие же бусы я их тоже уже носила вот такой простой замочек я так предполагаю я так предполагаю что это все таки винтаж каких годов не знаю может быть 70-е может 80-е очень приятные такие стеклянные бусины с перламутровым блеском такие тяжеленькие очень приятно они они так нагреваются на теле и становятся такими горячими не знаю очень приятные как-то они носятся вот потом я нашла вот такие такие бусы тоже очень интересные это бусины как кошачий глаз по-моему они называются с такими переливами тоже симпатичная вещь мне нравятся синие кристаллы ну вообще все нравятся вообще-то все что блестит вот такая интересная вещица так следующее вот такие бусики стеклянные черные бусики вот дома я уже заметила что на замочке стоит 925 проба ну конечно тут серебра этого очень много вот эти бусы не на нити не на леске то есть я думаю что они довольно таки но они нет не двухтысячных годов я думаю тоже винтаж какие тоже приятные в отличном состоянии ничего нигде не отбиты не поцарапано и и последнее винтажное украшение это вот эти бусы то есть я купила все это в одном лоте как бы да вот сначала до меня не дошло как можно закрыть этот замок кстати очень красивый такой замочек но потом я все таки решила что наверное закрывается он вот так поправьте меня если это не так потому что я ничего другого больше придумать не смогла было кто знаком более с замками чем я напишите мне пожалуйста в комментариях правильно ли я решила или здесь все таки чего то не хватает вот и каково же было мое удивление когда при тщательном осмотре я поняла что это настоящий жемчуг в отличном состоянии нигде ничего не поцарапано не отломано ничего просто и на нитке они с узелками между ними вот я небольшой конечно спец но по той информации которую я нашла в интернете и сравнивая с другими бусами подобными которых у меня уже накопилось немало да это настоящий жемчуг здесь стоит какое-то клеймо но даже под лупу под лупой я не смогла там какие-то две буквы или две цифры я не могу понять что там написано ну да нет смысла подносить я думаю что не сфокусируется вот видно что там есть какое-то клеймо но нет не сфокусируется да вот такая приятная находочка вот кстати советую всем вот купить такую лупу на алиэкспресс она стоит по-моему 1,50 с подсветкой вот ее надо подносить глазу близко и вообще очень хорошо видно но здесь просто само клеймо оно такое расплывчатое что я не смогла не знаю сейчас видно или нет я не смогла рассмотреть что именно написано ну не знаю может сейчас будет видно очень удобно брать с собой правда продавцы очень подозрительно смотрят на тебя когда ты достаешь лупу пытаешься что-то рассмотреть ну вот на этом я хочу закончить свой обзор мне очень приятно что вы меня смотрите вот впереди еще много интересного если вам понравилось мое видео подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх я буду очень рада и до новых встреч